всем привет сегодня мы решили поехать до пляжа в магазин юск джуск называется не знаю этот магазин мебели как типа наверное икея я не знаю по всей европе этот магазин есть я слышала от многих блогеров про этот магазин но в германии его нет мне всегда было интересно туда зайти посмотреть потому что многие его хвалят что много там всякой мелочевки за выгодную цену вот поэтому я хочу увидеть это своими глазами хоть я ничего не куплю но посмотрю по щупу вот так вот пишется название магазина юск доехали он полтора километров от нас дизайн кстати похож очень на икею в икее тоже есть такие стулья 4 стула и 100 2000 кун это 300 евро постельное белье достаточно здесь дешевое кстати 80 то что 11 11 евро 20 евро у нас намного дороже постельное белье стоит и чтобы стирать пуховые подушки одеяла потому что здесь сразу одеяла стоят пуховые вот кстати с ними стирайте ваза прикольная мне понравилось как будто из асфальта но такая еще повлескивает эти подушечки мне понравились чтобы сидеть так прикольно выглядит мне кажется украсят любой стул стоит 119 почти 20 евро но я считаю дороговато для любителей и кстати такие картины люблю но у себя в интерьере их не вижу имеешь такие вот пару картинок только в ванной комнате шампунин гели для душа храню прикольные высокие подсвечники на консоль какой-нибудь или на пол прикольного тяжелые салатницы мне понравились такие жизнерадостные прикольные также матрасы здесь есть для желающих посмотрим чувствует шесть с половиной кун это чем 100 евро что ты еще ну да тысячи евро это 80 тысяч рублей получается у нас также стоит матрасы подороже матрасы где-то полторы тысячи евро это где-то 120 тысяч рублей вот этот матрас кстати недорогие полотенца вот банные полотенца 75 кун это 10 евро 800 рублей у нас дороже стоит полотенца достаточно недорого но туда точно такие сперты идеи там почти копия такая жизнь обувница наверно ну да симпатичненький диванчик в гостевую комнату у кого есть такая комната или на кухню поставить вот у кого большая кухня чтобы вот усаживать гостей симпатичненький диванчик понравилось это садовая мебель у меня мечта когда-нибудь либо дача собственная либо дом и на терраске вот такую мебель поставить этого два кресла 100 и диван кстати стоит 3600 кон это в дешево потому что акция это 600 евро это очень очень дешево в германии они по 1000 по 2000 евро это очень дешево выбираем снова арбуз местные арбузы настолько сладкие что мы ими питаемся каждый день мы кстати не умеем выбирать арбуз выбираем тот кто который улыбнется этот холодильничек полка меня себя так привлекает это по ходу местные сладости но я их даже не беру с представляю как они калорийны попробовать хочется вот это вот так выглядит аппетитно хочу купить творог чтобы сделать на завтрак сырники купил творог 300 грамм 629 кун это почти даже нет евро это очень дешево буду делать сырники завтра на завтрак вот назовите нас нормальными людьми готовится ужин а мы сидим хомячий мороз в две щеки сейчас наедимся кто будет ужинать еще он с хлебом такой вот как бы парк с растениями посмотрите как красиво всякие разного вида растения растут и украшены это таким вот камушком декоративным кактус и даже есть красиво ухожено так красиво и тут набережная когда-нибудь эти пальмы будут высокими и будет вообще здесь ляпота красота смотрите также здесь и кактусы интересные на такие крупно лист крупно листовые такие прикольно мне кажется тоже наверно разрастутся будет вообще красота сейчас они так где-то 80 сантиметров высоту 80 90 где-то вот какие-то тоже красивые цветы интересно что это за цветы такие яркие особенно на фоне этих декоративных камней так яркие точечки издалека уж их видно красиво так смотрится недалеко от нас есть вот такой вот парк это как по-русски я даже не знаю как сказать так преодоление всяких испытаний вот такой проходит всякие испытания по тонкой нитке и там пошатаете все бревну какой большой и три уровня сессии с 1 этаж 2 и 3 этаж конечно чем выше тем взрослее должен быть возраст более для взрослых но достаточно такой интересный знаете что хочу сказать своей жизни я такой уже проходила своей жизни я уже такое проходила в городе алушта в крыму тогда это еще была украина 2011 год я честно скажу я обосралась еще так я пошла меня как бы азарт взял я пошла за своими с кем мы там отдыхали и в конце трассы то есть слезть тебе с этой трассы можно было слезть только с помощью тарзанки я там такую истерику включила что я не хотелось этой тарзанки я боялась я думал как нормально залезли на дерево так и спустимся но нет конец трассы был это именно тарзанка я там орала ревела и в конечном итоге меня просто тот который ведущий датал просто меня подтолкнул протолкнул толкнул меня и я сантали купола и а вот орала кричала из этой тарзанки то есть полетела скажем тогда спрыгнула тарзанки так я кстати часто вспоминаю эту историю свою и со смехом конечно но тогда я ревела ужасно так-то я боюсь высоты я об этом уже говорила в своем видео да с ответами на вопросы и поэтому я тогда согласилась только из-за того что меня взял азарт мы пошли втроем тогда вот если отдыхала со своей сестрой троюродной и ее парнем вот они согласились они пошли и я с ними с ними давай давай но потом об этом я пожалела конечно я вам сейчас покажу к примеру вот первый этаж второй этаж и третий этаж очень высоко смотрите нужно пройти по бревнышку и они еще на цепях и шатаются это хоть ты привязана но ты забываешь что ты привязана у тебя такой страх а тут вообще по веревочке нужно пройти змейка и походу да сквозь эти зеленые эти а там вот по кольцу кстати вот такое у нас было тоже помню насколько я вот так вот по кольцу одна нога на другое кольцо другая нога на другое кольцо это очень высоко это очень высоко гуляли гуляли вот на такой раритет мы наткнулись рядом по соседству какая к вот это то муж кстати не знает что это за машина я говорю что копейка ну знаю что это не копейка конечно но что-то интересное да а я сбоку что-то написано я своим зрением отсюда не вижу но игорь говорит что там написано рекорд что это означает не знаю интересное оформление сада да скажите порезал как дерево не знаю что за дерево туя наверное да смотрите на площади здесь вот мы гуляем и такая чайка и вот эта чайка как гусь пристает к людям где такое такое бывает вообще она правда нападает бежит за людьми реально ведет себя как гуси ущипнуть как будто хочет также здесь можно увидеть ладу а именно него